В эфире новости на пятом канале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. В Кишиневе восьмилетний мальчик погиб, выстрелив себя из пистолета, принадлежащего его отцу. По данным полиции, инцидент произошел вчера около 11 часов вечера в секторе Чуканы. Сообщается, что родители ребенка вышли из квартиры, оставив его одного, а вернувшись, обнаружили мальчика мертвым. На место происшествия прибыли специалисты специализированного отдела Центра технико-криминалистической и судебной экспертизы для установления всех обстоятельств. В результате проверки предварительно было установлено, что отцу погибшего принадлежит пистолет «Байкал-442», которым он владеет на законных основаниях. Оружие находилось в закрытом сейфе, а мальчик предположительно нашел ключ и получил доступ к оружию. Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. Протесту офиса, совета по телевидению и радио. Журналисты, депутаты Народного собрания Гагаузи и жители автономии провели манифестацию в поддержку общественной телерадиокомпании ГРТ. Совет по телерадио рассматривал результаты мониторинга программ Гагаузского телеканала. Согласно представленным выводам, содержание программ ГРТ представляет угрозу безопасности молдавского государства. За эти нарушения предусмотрены крупные штрафы и отзыв лицензии. Манифестанты собрались у здания совета по телевидению и радио перед началом заседания. Руки нынешней власти добрались и до нашего телевидения и радио, нашей телерадиокомпании ГРТ, которая уже более 30 лет работает для гагаузского народа, работает на гагаузский народ, который освещает, докапывались до каждого выражения, докапывались до каждого спикера. Нам заткнут, по их мнению, не только рот, но и глаза и уши и будут вкладывать ту информацию, которая им выгодна. Это беспрецедентная атака на свободу слова, свободу мысли, которая у нас в Конституции Республики Молдовы, Европейские конвенции по правам человека. Мы будем защищать ГРТ и весь гагаузский народ везде, на всех площадках, во всех инстанциях. Независимо от принятия решения, ГРТ будет работать во благо гагаузского народа. Это народное ГРТ, народное телевидение, это национальное достояние гагаузский, принадлежит народу. Я надеюсь, что результатом сегодняшнего заседания будет всего лишь констатирование того факта, что это просто ошибка. И в дальнейшем компания сможет функционировать в таком же ритме и озвучивать все мнения и мысли гагаузского народа. Как заявили участники протеста, в случае закрытия телеканала им нечего будет смотреть. Мы надеемся, что все-таки не закроют ГРТ. Мы не будем смотреть, что будем смотреть. Хотят они, чтобы исчезла из земли наша гагаузия. Между тем, в ходе заседания, принимая во внимание результаты мониторинга, учитывая, что нарушение было зафиксировано на ГРТ впервые, Совет по телевидению и радио принял решение о применении штрафа в размере 60 тысяч леев, не приняв во внимание доводы представителей общественной телерадиокомпании гагаузской автономии. Представители власти на протест не отреагировали. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас на наш запрос по этому поводу пока не ответила. 25 апреля в Камраде прошла акция в поддержку общественного телевидения Гагаузии. Выступая на пресс-конференции, исполнительный директор ГРТ Василий Дерменджи сообщил, что Совет по телевидению и радио Молдовы исключил ГРТ из списка обязательных телемедиасерверов на территории страны. Еще одним тревожным сигналом, по словам Василия Дерменджи, стали результаты мониторинга, проведенного Советом по телевидению и радио со 2 по 8 февраля, в котором проверялись программы, посвященные десятилетию проведения референдума и официальному празднику автономии, Дню народного единства. По мнению авторов отчета, телеканал стал платформой, через которую публичные лица делали заявления, якобы с элементами дискриминации и дезинформации, призывами к ненависти и экстремизму, расколу общества, что представляет собой угрозу безопасности Молдовы. В документе говорится, что выступления представителей администрации и общественных деятелей якобы содержали некую ложную информацию, ставящую под угрозу безопасность. Например, что Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение, что, кстати, закреплено в законе об особом правовом статусе автономии, что центральная власть уничтожает автономию, ограничивая ее полномочия, что Молдова теряет свою государственность и традиционные ценности, что Европейский Союз эквивалентен НАТО, а НАТО эквивалентен войне, а словосочетания «гагаузский патриот» были произнесены для более сильного воздействия на слушателей. Пятый канал обратился за уточнениями и за реакцией на заявление руководства Гагаузии и общественной компании ГРТ в Совет по телевидению и радио. Пресс-секретарь Совета Николета Лупу сообщила, что позиция будет представлена после того, как пройдет заседание по этому вопросу. За нарушения, которые СТР обнаружил в программах ГРТ, закон предусматривает самые жесткие санкции. Штраф в размере от 40 до 70 тысяч леев, если это происходит впервые. При повторном нарушении сумма штрафа составляет от 70 тысяч до 100 тысяч леев, а последующая в течение 12 месяцев влечет за собой отзыв лицензии. Соглашение между Молдовой и Францией о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное в Париже 7 марта и ратифицированное 25 апреля в парламенте в первом чтении, вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявили эксперты в области обороны и права из Партии развития и консолидации Молдовы, которые утверждают, что выявили ряд серьезных рисков с точки зрения государственной безопасности. По их мнению, положения документа противоречат нейтральному статусу Республики Молдова. В числе таких положений соглашение, например, контроль над воздушным пространством и средствами его защиты страной и НАТО, и разрешение ввести в страну военные подразделения Франции. Исходя из этого, политформирование призывает правительство отказаться от ратификации соглашения. Бывший госсекретарь Министерства обороны Владимир Ильев считает, что оборонная политика, организация и функционирование вооруженных сил должны быть частью внутренней политики государства и соответствующего министерства, без привлечения зарубежного государства. В какой степени будет осуществляться сотрудничество в сфере военной информации, особенно секретной или конфиденциальной? В какой степени иностранное государство будет участвовать в управлении человеческими, финансовыми и бюджетными ресурсами? Разве Министерство обороны не имеет возможности управлять ими без французского правительства? Возникает также вопрос, почему в нейтральной стране воздушное пространство будет контролироваться страной НАТО, обладающей ядерным оружием? Или наоборот, кто будет управлять приобретенными системами ПВО, молдавские или французские военные? В свою очередь, юрист Партии развития и консолидации Михай Гавтон утверждает, что с юридической точки зрения проект представляет собой посягательство на правовую базу Республики Молдова, нарушая военные принципы. Когда речь идет о сотрудничестве, подразумевается, что обе стороны сотрудничают в какой-то области. По соглашению у нас есть две стороны – отправляющая сторона и принимающая сторона, где отправляющая сторона Франция – принимающая сторона Молдова. Более того, в данном случае в соглашении закреплены право и компетенция Франции направлять сюда вооружение, технику, создавать информационные сети на территории Республики Молдова, направлять вооруженные силы. В этом соглашении так и написано – вооруженные силы. Но хуже всего, что на данные подразделения вооруженные силы будет распространяться правовой режим согласно договору, заключенному под ширмой или в рамках НАТО. Юристы также обратили внимание на то, что процедура денонсирования данного соглашения о военном сотрудничестве между Республикой Молдовой и Францией не будет простой, и если наша страна решит выйти из соглашения, оно продолжит действовать, по крайней мере, еще шесть месяцев. Также юристы Партии развития и консолидации Молдовы призвали широко обсудить документ в обществе, чтобы внести в него ясность. По данным Министерства обороны, законопроект, ратифицированный 25 апреля в первом чтении парламентом, рассматривается в контексте укрепления отношений двустороннего сотрудничества и приведения правовой базы в соответствии с текущей ситуацией в области безопасности. Соглашение также предусматривает сотрудничество в таких областях, как оборонная политика и планирование, реформа вооруженных сил, контроль и управление воздушным пространством, военная медицина и другие. Мы запросили комментарию пресс-секретаря правительства, чтобы прокомментировать заявления юристов Партии развития и консолидации Молдовы, однако не получили ответа. Мы также позвонили официальному представителю Министерства обороны Али Дьякону, но она не ответила на наш звонок и на отправленное нами сообщение. За почти четырехлетний период пребывания во власти Партии действий Солидарность коррупция по-прежнему широко распространена в нашей стране. На это указывает ежегодный доклад Госдепартамента США о правах человека в Молдове. В документе отмечается, что независимость судебной системы остается серьезной проблемой из-за коррупции и избирательного правосудия. Госдепартамент США констатировал, что хотя молдавские власти и предприняли некоторые шаги по борьбе с коррупцией, эти меры оказались в основном безуспешными. Несмотря на то, что власти приняли меры по борьбе с коррупцией и повышению независимости судебной системы и потенциала органов по борьбе с коррупцией, коррупция продолжает носить эндемический характер. Коррупция в судебной системе и других государственных структурах широко распространена, говорится в докладе. В документе отмечается, что независимость судебной системы остается серьезной проблемой из-за коррупции и избирательного правосудия, когда закон не применяется одинаково ко всем, а избирательно по политическим мотивам. Избирательное правосудие осталось проблемой. Эдвокаты жалуются на случай, когда их клиентам было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство. Несколько видных политиков, задержанных в течение года, ссылались на избирательное правосудие и нарушение их права на справедливое судебное разбирательство, говорится в отчете. Представители СМИ и НПО также выразили в отчете свою обеспокоенность по поводу ограничений, которые были наложены на доступ к информации, заявив, что из-за отсутствия функции поиска они не могут найти имена людей, вовлеченных в судебные дела, они могут определить, кто судит или инициировал процесс. Это приводит к существенному дефициту в том, что касается судебной прозрачности. Борьба с повсеместной коррупцией и соблюдение прав человека ранее были темами и предвыборными обещаниями Майя Санду и ПДС. Однако, согласно отчету Госдепа США, власти потерпели крах в этом направлении, а также в области демократии. Хотя в ходе своей предвыборной кампании Майя Санду заявляла, что борьба с коррупцией будет приоритетом номер один. Глядя вам в глаза, я говорю, что буду бороться во всеоружии с коррупцией и воровством. Борьба с коррупцией нуждается в поддержке государства. Если государство больше не будет покрывать воров, то коррупция исчезнет. Мы запросили комментарию представителя правительства, чтобы он прокомментировал выводы доклада Госдепартамента США и рассказал нам, что власти сделали к этому моменту для борьбы с коррупцией. Но ответа пока так и не получили. Министр просвещения Дан Перчун остается приверженцем идеи, что европейская интеграция и тема референдума о вступлении в Евросоюз должны пропагандироваться среди учащихся, но без рекламы какой-либо политической партии. Об этом он заявил в эфире телеканала AirLife. В передаче на телеканале Реалитати Live был рассмотрен случай о Чемишлийском лице имени Михаея Менеску, когда представитель правительства говорила с учащимися о референдуме. Министра просвещения спросили, что это было, кампания по информированию или агитация? В ответ он заявил, что тема референдума не была основной на той встрече с лицеистами и преподавателями. Повторю то, о чем я говорил ранее. Я призываю каждого учителя, каждого директора продвигать идею европейской интеграции. Эта идея не относится к какой-либо политической партии, президенту или министру. Это вектор, путь, по которому должна пройти страна, если стремиться к процветанию, свободе, обеспечению достойной жизни своим гражданам. Напомним, в начале апреля в Чемишлийском лице имени Михаея Менеску представитель правительства в этом районе Кристина Улореску провела встречу с учениками 12 класса, которым раздали газеты, отпечатанные ПДС рассказали о предстоящих осенью референдуме и президентских выборах. Улореску настоятельно рекомендовала учащимся поговорить с родными и близкими о важности участия в референдуме об интеграции в Евросоюз. Более того, она заявила, что если наша страна не станет частью Европейского Союза, учащиеся будут лишены ряда благ в своих школах. Мы можем участвовать в процессе присоединения посредством информирования, диалога с нашими бабушками и дедушками, соседями и даже некоторыми коллегами, которые разделяют другие ценности или занимают другую позицию. Будет референдум и будут выборы президента. Что произойдет, если мы не примем в нем участие, и Республика Молдова не ступит в Евросоюз? Мы не сможем купить компьютеры, у нас не будет оборудования для кабинета физики, лаборатории в университетах, лаборатории в институтах, эксперименты не сможем проводить. Ограниченное телевидение. Позабудем, что можно купить билеты и улететь на неделю к двоюродной сестре в Италию, потому что это тоже произойдет, если мы выберем другой вектор, и в итоге у нашего общества не будет будущего. Между тем, посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс в эфире одного из телеканалов заявил, что европейское сообщество уважительно отнесется к решению граждан Молдовы на референдуме, каким бы оно ни было. Референдум станет отражением воли граждан Республики Молдовы, и мы будем уважать волю людей, какой бы она ни была. Если посмотреть опросы, то отношение граждан к Европейскому Союзу вполне положительное. Если граждане Молдовы решат, что это не их путь, мы будем взаимодействовать с правительством до тех пор, пока власти хотят участвовать в этом процессе. Согласно последнему опросу компании «Айдата», проведенному в феврале этого года, немногим более 50% граждан Молдовы высказались за вступление страны в Евросоюз. При этом число сторонников евроинтеграции заметно снизилось в сравнении с результатами опроса, состоявшегося осенью прошлого года, когда этот показатель превышал 60%. Ранее член партии «Ренаштере возрождения» Василий Боля подал жалобу в Центральную избирательную комиссию на действия правящей партии и действий «Солидарность», представители которой, по его словам, проводили политические акции по продвижению референдума о евроинтеграции, который еще даже не был официально назначен. Депутат отметил, что тем самым правящая партия нарушила положение законодательства. По словам Василия Боля, 6 и 7 апреля представители ПДС распространяли газету тиражом около 350 тысяч экземпляров и проводили агитацию среди населения по вопросу референдума. Представитель Центра избиркома Павел Постиг и заявил тогда Пятому каналу, что жалоба парламентария будет рассмотрена в установленном порядке. Конституционный референдум о евроинтеграции предположительно состоится 20 октября одновременно с президентскими выборами. Именно эта дата фигурирует в проекте постановления парламента, одобренного Конституционным судом. Подростки, студенты и молодые семьи навсегда покидают Республику Молдову, потому что Илон Шор – вор. Именно это заявил министр образования Дан Перчун, когда журналист Пятого канала спросил его, чем объясняется массовый отток молодежи из страны и нехватка учителей. Министр, который по должности обязан отвечать на вопросы журналистов, в том числе неудобные, которому выплачивается солидная зарплата, в том числе из наших налогов, не упускает вместе со своей командой ни одной возможности, чтобы грубо и беспринципно атаковать Пятый канал. Более того, Дан Перчун заявил, что деньги, которые зарабатывают сотрудники Пятого канала, цитирую, «застрянут у вас в глотке». Они не смогли разработать стратегию по возвращению студентов и молодежи домой, как обещали в ходе предвыборной кампании. Более того, они даже не могут объяснить, почему не могут остановить утечку молодежи, которая с приходом к власти ПДС только усилилась. Попросив отойти от принципа разделения на ваши и наши, по которому власти удалось разделить общество, в том числе и нас, журналистов, мы спросили у министра образования от ПДС Дана Перчуна, почему не удается решить проблему с нехваткой 7 тысяч учителей массовым отъездом молодежи. Объясню. Потому что в том числе компания, которую вы представляете, телевидение, потому что в том числе Илон Шор, вор и бандит, который 30 лет грабил эту страну, в настоящее время работают вместе с Российской Федерацией над тем, чтобы подорвать государственность Республики Молдова и значительно усложнить процесс модернизации. Небольшая ремарка. Илону Шору 37 лет. То есть, по версии Перчуна, он начал разграбление страны в возрасте 7 лет, На неоднократные просьбы более конкретно ответить на заданный вопрос глава Министерства образования продолжил отвечать в том же духе, сказав, что хотел бы и даже убежден, что деньги, получаемые сотрудниками Пятого канала за честно выполненную работу, застрянут у них в глотке. И все потому, что журналистам нашего телеканала хватает смелости задавать чиновникам не совсем удобные вопросы, выводящие представителей ПДС из зоны комфорта. Уверен, вы осознаете, что делаете, и грязные деньги, которые вы получаете, в конце концов застрянут у вас в глотке. У вас есть какие-то доказательства? Я простой сотрудник. Я задала вам несколько вопросов, которые мог бы задать любой гражданин. Я вам отвечаю. Я хочу отойти от политики и получить ответ на вопрос. Я вам отвечаю. Ваш начальник, который разворовал эту страну, который получает деньги от России, чтобы подорвать государственность Республики Молдова, который платит вам зарплату, которую вы сознательно принимаете каждый месяц. Вы знаете, откуда я получаю зарплату? Это подрывает государственность Республики Молдова. Желаю удачи. Это не первый случай, когда журналисты Пятого канала подвергаются оскорбительным нападкам со стороны представителей власти. Так, в частности, неоднократно поступал министр инфраструктуры Андрей Спыну, недавно уклонившись от ответа на вопрос о тендере по сдаче в аренду коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту, он обвинил нашу съемочную группу в принадлежности к преступной группе. Аналогичным образом ранее поступила и президент Майя Санду, когда проводила пресс-конференцию, посвященную референдуму о вступлении в Европейский Союз. А через два дня после этой пресс-конференции вещание Пятого канала было приостановлено. Что касается обвинений против Илона Шора, политик недавно заявил, что Пас винит его во всех своих пакостях, и если бы упал метеорит, также обвинили бы тоже Илона Шора. Политик приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о хищениях в банковской системе, но считает его политическим и оспаривает в высшей судебной палате. Жительница Кагула заплатила 20 тысяч евро за убийство бывшего мужа. По сообщению прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, жертву планировалось отравить ядом, полученным от заказчицы. В апрель она начала искать исполнителя и нашла его, да только он оказался агентом под прикрытием. Почему женщина прибегла к такому шагу, правоохранители не сообщили. По сообщению полиции, женщина приступила к поискам убийцы в этом месяце и предлагала 20 тысяч евро за выполнение заказа. Для пресечения преступления правоохранители под руководством прокуроров по борьбе с оргпреступностью и особым делам провели операцию по внедрению агента под прикрытием. Женщина требовала отравить бывшего мужа и для этого передала так называемому исполнителю заказа контейнер с ядом. По ее словам, таким ядом был убит русский царь Петр Первый. При этом заказчица сообщила предполагаемому киллеру время регистрационный номер автомобиля и маршрут следования жертвы. Правоохранители инсценировали убийство, чтобы задержать женщину с поличным при передаче денег предполагаемому исполнителю. Заказчицу задержали на 72 часа и поместили в столичный следственный изолятор. В ходе обысков в Кагуле у нее были изъяты записи, деньги, а также мобильные телефоны, содержащие доказательства совершения преступления. Расследование продолжается. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Смотрите нас на сайте канал5.мд, в разделе лайв, а также следите за главными событиями на наших каналах в Телеграме и страницах в соцсетях. В студии была Олеся Кайряк. Удачного дня в продолжении и до встречи в сети. Субтитры создавал DimaTorzok